Майская горка Улица округа простирается от улицы Октябрят до улицы Попанино. Границы попадают от реки Северная Двина и до реки Юрос. И попадает остров Краснофлотский. Численность населения примерно составляет около 43 тысяч населения. — Помимо новых микрорайонов в округе Майская горка существуют еще и старые лесозаводские поселки. Как Вы решаете проблему неблагоустроенного жилфонда? — В районе третьего лесозавода, остров Краснофлотский, у нас там присутствует неблагоустроенный жилой фонд. Он составляет примерно 160 домов. 59 домов это на острове Краснофлотском, остальные дома это в районе третьего лесозавода. Все проблемы, которые существуют в этих районах, решаем совместно с управляющей компанией. Управляющая компания, обслуживающая жилой фонд деревянный, третьего лесозавода, остров Краснофлотский, это общество с ограниченной ответственностью ДИКОМ. И все вопросы решаем на еженедельных планерках, которые проходят у нас в округе «Повторника». — Владимир Альбертович, нам подсказывают, что есть звонок в студию. Мы Вас слушаем, Вы в прямом эфире. — Здравствуйте, Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Мы Вас слушаем. Какой вопрос хотели задать? — Да, какие-то, видимо, технические у нас проблемы. Скажите, Владимир Альбертович, сколько нужно средств, чтобы содержать территории в надлежащем порядке? Хватит ли средств, полученных от жителей? — Как всегда, средств не хватает. На сегодняшний момент, чтобы содержать благоустройство территорий, это внутридомовых организаций, которые отслуживают ДИКОМ, не хватает примерно где-то 30-35%. Но, несмотря на это, работы проводятся. Мне, пользуясь случаем, хочется поблагодарить жителей острова Красноплодский. Сейчас у нас проходит двухмесячный полуустройство. Буквально недели-две назад до непогоды жители активно вышли. Не то что на субботник, а выходили в те дни, которые определяли сами. Примерно было вывезено мусора, мешков, наверное, где-то 240. Мне хочется поблагодарить их. А так, в основном, в период благоустройства двухмесячника, у нас убраны прилегающие территории, это проспект Ленинградский, проспект Московский, улица Галушина, улица Папанина. Вышли мы на улицы, улица Абрамова. Вышли мы на улицы третьей категории. То есть, у нас существует договор, согласно муниципального контракта, муниципальный договор, где есть две бригады, которые у нас занимаются уборкой мусора. А скажите, как осуществляется взаимодействие с управляющими компаниями? Ну, я уже сказал, да, управляющие компании на сегодняшний день у нас присутствует 10, кроме этого у нас присутствует 37 ТСЖ. Все рабочие моменты мы проводим в основном с руководителями или представителями этих управляющих компаний на еженедельных планерках, как я сказал, по вторникам. И решаем все вопросы, связанные и с благоустройством, и с содержанием жилого фонда, и с теми авариями, которые происходят и присутствуют на жилом фонде. Это не исключение, как и во всем городе. Владимир Альбертович, попробуем еще раз принять звонок от наших зрителей. Здравствуйте, вы в эфире. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Что-то с линией, да, у нас, к сожалению, да. Ну, вот скажите, как можно воздействовать на управляющие компании? Почему их вот сложно наказать за плохую волну? Это произошло от того, что ввиду отмены административной ответственности за нарушение правил благоустройства и зеленения территории, у нас были статьи такие по благоустройству 7.8, 7.2, где мы применяли наказания административные. Представляли протоколы, вызывали на административные комиссии, штрафовали нерадивых. Ну, до этого доходило, конечно, редко, но были случаи, присутствовали. Сейчас стало немножко тяжелее, потому что статьи эти отменены, но в рамках работы с управляющими компаниями мы эти все моменты заглаживаем. У нас не доходит до этого, не доходит, редко очень доходит до жилищной инспекции или инспекции муниципального жилищного контроля, ну и органов Роспотребнадзора. А как можно определить границы сферы ответственности за уборку территории? В соответствии с правилом благоустройства номер 169 от 31 мая 2006 года, границы прилегающих территорий определяются в следующем порядке. Здание, сооружение, жилые дома по периметру отведенной территории здания до серийной территории соседнего здания. Или при отсутствии такового здания, которое находится рядом, 15 метров в каждую сторону. В случае расположения земельного участка вблизи дорог, границы прилегающих территорий является хромко проезжей части дороги. Содержание придомовой территории включает в себя содержание всей дворовой территории, в том числе и тротуаров, дворовых проездов, игровых и спортивных площадок. Организации, обслуживающие жилищный фонд, обязаны по правилам благоустройства содержать, согласно природоохранным, экологическим, техническим нормам и всеми правилами, которые у нас руководствуются в Российской Федерации. А за содержанием территории общего пользования, находящейся в казне города Архангельска, это тротуары, детское оборудование, пешеходные дорожки, парки, аллеи, отвечает уже администрация округа. Вновь еще попробуем принять телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. К сожалению, что-то, видимо, у нас сегодня линия нас подводит. Владимир Абертович, наличие островной территории Краснофлотского, как там организована уборка? Ну и как решать проблемы несанкционированных свалок? Ну, я уже сказал, что уборку мест общего пользования проводит администрация округа, а внутридворовые территории убирает организация ДИКОМ. Это общество с ограниченной ответственностью. И еще раз хочется похвылить жителей острова о том, что они выходят и прибирают, стараются прибирать, поддерживать чистоту на острове. Ну, я уже говорил, что вывезено где-то в порядке 250-260 мешков. Вот до этой непогоды, которая у нас буквально случилась до 1 мая. Но двухмесячник продолжается. 17-го числа будет субботник. И я призываю всех жителей, которые у нас жители неравнодушные, принять участие в субботнике. Шансовый инструмент и мешки для уборки мусора у нас приготовлены. Розданы они в управляющих компаниях, ТСЖ. И также люди могут, жители, обращаться в администрацию округа. В день субботника у нас будет 17-го мая, у нас там будет дежурный, который будет выдавать инвентарь. Сама же администрация выйдет тоже на субботник. Скорее всего, в парке на проспекте Ленинградского. А каково участие ТОСов в благоустройстве территории? На сегодняшний день в округе присутствует ТОС Первый. Он находится на третьем лесозаводе. Возглавляет его Дмитрий Чапыгин. Существует он уже в 6 лет. Деятельность ТОСа в основном направлена на благоустройство парка в районе третьего лесозавода. Это где установлен памятник Ленину. На сегодняшний день при финансовой поддержке мэрии активистами обустроены прогулочные дорожки. Установлена детская площадка. Вырублена санитарная рубка ивника. И произведен свод деревьев, тополей, крупных деревьев. Работа будет продолжаться этим ТОСом в рамках благоустройства этого парка. Но на сегодняшний день у нас проведена работа с жителями острова Краснофлотский. Там тоже создается ТОС. Жители неравнодушны к этому. И в настоящее время ТОС проходит регистрацию. А всего в округе два ТОСа? Если на Краснофлотском появится ТОС, то это будет второй ТОС. А, это еще будет только второй. А почему так мало? Ну, я думаю, что это связано с тем, что очень много надо документов заполнять при регистрации. Жители-то, они бы как бы и хотели взяться работать на благоустройстве там своей придомовой территории, своего поселка. Но очень много нужно документов регистрировать. И вот поэтому в основном сдерживаю. Владимир Альбертович, как бы Вы сказали, какие у Вас планы на 2014 год по содержанию, ремонту? На 2014 год. А самое главное у нас задача. Жители давно уже просят. Просят от улицы Холмогорской до улицы Уральской с выходом на улицу Дачная, то есть четвертой поликлиники, которая существует у нас в округе. Мы будем запланировать работу по устройству пешеходного бетонного тротуара. Вот самая главная такая задача. Планируем при строительстве вот этой дорожки также провести освещение. Активное участие в этом процессе принимают у нас также депутаты, которые избраны от округа в городской совет. Планируем в этом году снести, я сейчас не могу сказать точно, но в порядке, наверное, где-то 15 гаражей по улице Абрамова. И частным образом, то есть дорога принадлежит предприятию, там будет произведено асфальтирование. Также у нас в планах предусмотрена, как и в прошлом году, посадка деревьев. Это посадка деревьев, дополнять их в парк, который расположен на проспекте Ленинградском. Это посадка деревьев и разбивка цветочных клумб, как в прошлом году мы делали на проспекте Ленинградском, проспекте Московским. Будем высаживать клумбы. Также у нас планируется выставить два комплекса, обустроить два комплекса остановок автобусных. Это на улице, на проспекте Ленинградском, с обоих сторон, напротив магазина «Дисмо» и со стороны парка Ленинградский. Вообще в планах. Планы есть, но на сколько хватит денег? В реализации финансов. В реализации ваших планов и замыслов. Я могу сказать, что в прошлом году мы посадили очень много деревьев. Я уже сказал, на одной только улице Галушина у нас было высажено 262 кедра, плюс 20 молодых дубов. На другой стороне улицы Галушина высажено 150 лиственниц и так же кедры. Работы были выполнены жителями. Мы администрации округа очень благодарны. Всем тем, кто принимал участие, принимал участие много. И вот эти плоды своих работ они уже увидят, я думаю, что года через два-три. Владимир Альбертович, спасибо за беседу. Вам спасибо. Сегодня у нас в студии был глава округа «Майская горка» города Архангельска Зубов Владимир Альбертович. Это была программа «Центр внимания». Я, Елена Гончарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин